Спонсор программы «Место происшествия» Ломбард Титан Новый год не за горами! Ты в Ломбард Титан спеши! За подарками для близких от своей большой души! Ломбард Титан для всех и каждого! Разбил машину? Нет денег на автосервис? Или ты не можешь продать своего железного коня? Выход есть! Компания Авториал 43 осуществляет срочный выкуп авто в любом состоянии, а также реализация вашего авто с нашей площадки. Не жди, звони 44-2005. Здравствуйте! В эфире первого городского проект «Место происшествия». В студии Алина Котрихова и сегодня в программе. Погиб при исполнении служебных обязанностей. Водитель «Вольво» в Амутнинском районе сбил двух полицейских и пешехода. Выехали на встречную полосу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб помощник прокурора Тужинского района. Вымышленная драка. Мне официально, по такому юридическому языке, начал объяснять, что сын задержан за драку с вооруженцем Дагестана. Классический телефонный обман «Мама, помоги!» едва не заставил жительницу Кирова отдать мошенникам 120 тысяч рублей. «Ну, побудило меня ехать в таком состоянии. В общем, позвонила знакомая у умершей тещи, предложила помощь». Поехал за деньгами на похороны тещи. «Того вам побыстрее пережить это все?» «Да я думаю, не пережить». «Черная полоса» наступила в жизни водителя Ниссана Альмера, которого сотрудники ДПС остановили на улице Щерса. Поехал на желтый. На улице производственной камера зафиксировала, как водитель легковушки протаранил на перекрестке внедорожник. Один человек погиб, и еще двое получили травмы в ДТП в Амутнинском районе. Там водитель фуры «Вольво» с полуприцепом врезался в другой грузовик, а также наехал на сотрудников ДПС и пешехода. Подробности в рубрике «Обзор аварий» слово моему коллеге Михаилу Вагину. По данным госавтоинспекции, на 126-м километре дороги Кира в Пермь у поселка Черная Холуница произошли две подряд аварии. Сначала там столкнулись две газели, на место приехали сотрудники ГИБДД, которые стали делать замеры ДТП. Прибывшие на место сотрудники ДПС обозначили место происшествия патрульным автомобилем с включенной специальной световой сигнализацией. Около 19 часов проезжавший мимо места происшествия водитель грузового автомобиля «Вольво» по предварительным данным неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и совершил столкновение с попутной автомашиной «МАН». В результате полуприцеп «Вольво» занесло, и он совершил наезд на трех человек, находившихся на обочине, двух сотрудников ДПС, а также одного участника ДТП. В итоге 36-летний инспектор ДПС, лейтенант полиции Александр Куликов, скончался, когда медики оказывали ему помощь. Его коллегу Дмитрия Ясупова госпитализировали, пострадал и водитель газели. Сейчас по факту смертельного ДТП следователи возбудили уголовное дело, виновнику трагедии грозит до пяти лет тюрьмы. Редакция проекта «Место происшествия» приносит свои соболезнования родным и близким погибшего инспектора ДПС Александра Куликова. Еще одна авария с летальным исходом произошла в понедельник в Советском районе. Там, по предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель ВАЗа 14-й модели. 25-летний водитель автомобиля ВАЗ 2114, по предварительным данным, в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен», выехал на полосу встречного движения для выполнения обгона и не справился с управлением, после чего совершил лобовое столкновение с автомобилем Ниссан Тиана, который двигался ему навстречу. В результате происшествия 22-летний пассажир автомобиля ВАЗ скончался на месте до приезда скорой помощи. Водитель получил травмы, но госпитализация ему не потребовалась. Известно, что водитель 14-й был трезвым, следователи проводят проверку. В Кирове на Октябрьском проспекте столкнулись три автомобиля Ниссан Ноут, Форд Фокус и ВАЗ 8-й модели. Кадры происшествия зафиксировали очевидцы. Видно, как слева на огромной скорости пронеслась иномарка Форд Фокус. Как видно, Форд после удара с попутной машиной вынесла на сугроб. Ниссан отбросила на восьмерку. Водитель Ноута получила травмы, ее не госпитализировали. По словам очевидцев, после аварии водители-пассажиры Форда убежали. Позднее к месту происшествия подошел якобы пьяный хозяин машины и трезвый водитель. Последний заявил инспекторам, что именно он управлял машиной. В ГИБДД у участников происшествия возникли разногласия. Если вы стали очевидцем этой аварии, позвоните по телефону 8-922-666-02-12. В поселке Нижнеевке на Куменского района водитель Ауди А4 не справился с управлением и на встречке врезался в КамАЗ. Автоцисцерна после удара оказалась в кювете, водитель иномарки получил травмы. В Кирово-Чепецком районе водитель Шкоды Йетти также на встречной полосе протаранил Ладу Гранта. В итоге водители, пассажир отечественного авто получили травмы, медики оказали им помощь. Михаил Вагин, Сергей Пичугин. Место происшествия. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб помощник прокурора Тужинского района. Напомним, авария произошла 10 декабря в Яранском районе. 35-летний сотрудник прокуратуры был пассажиром автомобиля Форд Фокус. Все подробности в нашей рубрике «Сводка». ДТП произошло около 7 утра. По предварительным данным, 52-летний водитель Форда выехал на встречную полосу и столкнулся с минивеном Hyundai Grand Starex. В итоге 35-летний пассажир Форда погиб на месте. Водителя Форда госпитализировали. После столкновения выяснилось, пассажир Форда был сотрудником прокуратуры. Сейчас следователи Следственного комитета разыскивают очевидцев ДТП. Если вам что-нибудь известно об обстоятельствах аварии или есть запись видеорегистратора, звоните по телефону. 485-336 или 02-102. Классический телефонный обман «Мама, помоги!» едва не заставил жительницу Кирова отдать мошенникам 120 тысяч рублей. Звонок произошел вечером на стационарный телефон. Преступники застали женщину врасплох. Первый собеседник представился с сыном, второй – следователем. Так, мне официально, по таком юридическом языке, начал объяснять, что сын задержан за драку с вооруженцем Дагестана. И вот статья такая-то, вот возбуждаем уголовное дело. И, значит, срок там от двух до семи лет. У меня вообще все, все мысли смешались сразу. На момент звонка женщина не знала, где находится ее сын, так как он сейчас учится в Казани. В итоге потерпевшая поверила мошенникам и готова была заплатить лже-следователю 120 тысяч рублей. Но вдруг связь прервалась. Женщина тут же позвонила бывшему мужу, он связался с сыном. Как выяснилось, драки никакой не было. Сейчас полиция проводит проверку, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Добрый день, девушка. С управлением внутренних дел. Где вы приобрели алкоголь? Да. Вот в этом магазине, да? Мини-маркет. По какой цене? 130. Уже восьмой раз по счету полицейские пришли в мини-маркет в поселке Макария. После штрафов, изъятий и предупреждений продавцы и владелец торговой точки до сих пор не могут запомнить, когда разрешено торговать спиртным. Дверь мне, сколько? 9,15. Правда, сколько можно? В итоге из мини-маркета изъяли 150 литров алкоголя. В запрещенное время продавался алкоголь также в магазинах по улице Сурикова, 14, Лепсе, 55, Карна-Лифнихта, 154, Подгорная, 16 и ряде других. В отношении всех виновных лиц, в том числе предпринимателей, оформлены административные материалы. Проводится проверка. Общее количество изъятого за неделю спиртного составило почти полтонны. Полиция напоминает, если в вашем доме есть алкоточка, которая мешает жить вам и вашим соседям, звоните в полицию по телефону 02 или 102. Михаил Вагин, место происшествия. Впереди у нас короткая реклама. Не переключайтесь и смотрите далее. За укус грозит тюрьма. Ну, может, то, что прикусил и все. А за то, что все, что произошло, я за все это, 16 суток от тебя делал, избили меня. Ну, все это, все это, все это прошло. В Кирове перед судом предстал пьяный бесправник Алексей Чаузов, который укусил инспектора ДПС. Аварийное перестроение. Длиной всего сантиметра от всех, кому, чтобы известно, а его место нахождение, просит позвонить по номеру 500. На улице Щерса водитель Киа спровоцировал ДТП с троллейбусом. Профессиональный кузовной ремонт стал доступней. Став клиентом кузовного центра АГАТ, вы можете рассчитывать на превосходный результат. Быстро и качественно осуществляем покраску любых автомобилей. А крас элемента всего от 4900 рублей. Расрочка платежа. Бесплатная оценка ремонта. Гарантия 1 год на работы и запасные части. Подробности на Дзержинского 110. Телефон 208-00. Кузовной центр АГАТ. Безупречное качество за разумные деньги. В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем. В Кирове перед судом предстал пьяный бесправник Алексей Чаузов, который укусил инспектора ДПС. В июле этого года его вместе с товарищем задержали за пьяную поездку по городу. Если водитель смирился с нарушением, то пассажир Чаузов почти с эвакуатора угнал машину и пустился в погоню. Заехав в лес, бесправник побежал, но был задержан. Полицейским он оказал сопротивление, а одного из них даже укусил за руку. Подробности у Михаила Вагина. В зал судебного заседания подсудимый Алексей Чаузов пришел с противоречивым настроением. Вину во всех своих преступлениях он признал. Согласился, что был пьян. Согласился, что уезжал от полицейских и даже рассказал, куда гнал машину. За пьяные гонки с инспекторами он отсидел 16 суток. Сейчас о криминальном вечере Чаузов вспоминает с грустью и обидой. В суд пришел и потерпевший инспектор ДПС Алексей Заровняев. По словам полицейского, в момент задержания Чаузов был агрессивный. Пришлось использовать трое наручников. Когда застегивал одни из них, подсудимый укусил его руку. То есть зуб-то зашел в руку-то, по большому досчету? Или как? Да, там, скорее всего, не только зуб, там верхняя, нижняя челюсть. После этого инцидента инспектор написал заявление в Следственный комитет. От укуса бесправника на руке полицейского остались синяки и кровоподтеки. В ходе расследования данного уголовного дела, вину в совершении преступления обвиняемый признал полностью. Кроме того, следователю установили все обстоятельства произошедшего, собрали достаточную доказательственную базу, ориентирующую суд на вынесение обвинительного приговора. За укус по статье 318 Чаузов угрозило пять лет лишения свободы. Адвокат подсудимого ходатайствовал рассмотрение дела в особом порядке, что серьезно уменьшало бы размер наказания. Но вдруг в суде Чаузов изменил свое решение. Хорошо. Предположим, уходим сейчас в общий порядок. В общий порядок, значит, мы все равно требуем для вашего доказательства. Не виноват. Как гостин считаешь, согласен, что упустил в порядок. После пятиминутной консультации подсудимый согласился со своим защитником на особый порядок. Как выяснилось, у Чаузова есть рецидив. В 2013 году его вместе со знакомым осудили за попытку торговли наркотиками через интернет. Мужчину приговорили к четырем годам строгого режима. Потом за хорошее поведение наказание изменили, и Чаузов оказался на свободе. Сейчас подсудимому с учетом рецидива грозит реальный срок лишения свободы. Я считаю, что он заслуживает реального срока заключения. Так как человек совершает достаточно тяжелое преступление против сотрудников, как или иначе он должен принести наказание. В судебном процессе Чаузов извинился перед инспектором, попросил прощения. Тот, впрочем, извинения не принял. В итоге судьба Алексея Чаузова решится 20 декабря. Михаил Вагин. Место происшествия. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь и смотрите сразу после нее. Побудило меня ехать в таком состоянии. В общем, позвонила знакомая у умершей тещи. Предложила помощь. Поехал за деньгами на похороны тещи. Тогда вам побыстрее пережить это все полосы. Да я думаю, не пережить. Черная полоса наступила в жизни водителя Ниссана Альмера, которого сотрудники ДПС остановили на улице Щерса. Выпали на повороте. На перекрестке улиц Профсоюзной и Ленина у Газели на ходу распахнулись двери. В эфире проект Место происшествия и мы продолжаем выпуск. Черная полоса наступила в жизни водителя Ниссана Альмера, которого сотрудники ДПС остановили на улице Щерса. По его словам, все началось со смерти тещи. Мужчина с горя выпил спиртного и поехал на поиски денег на похороны родственницы. Однако все закончилось задержанием. К тому же выяснилось, что эта история с пьяным вождением может закончиться для водителя уголовной ответственностью. Судя по всему, задержанный водитель Ниссана давно хотел выговориться прессе. Увидев репортера, он сам открыл дверь патрульного авто и начал диалог. Можно еще записать? Говорите. Давайте я открою дверь. Пишите? Да, да, да. Я хочу сказать, не ту страну назвали Гантурасом. Все, спасибо. Да, закройте. Несмотря на иронию, водителю было вовсе не до шуток. И дело не только в задержании. По словам Вячеслава, в его семье случилось большое горе. Умерла теща. Сегодня, да? Да, в 17.00. А вы куда направлялись? Откуда и куда? Я поехал по руке, так как мне хватает денег на похороны. Ну, в общем, поехал договориться насчет похорон. Понятно. А далеко ли собираюсь? Ну, то есть много ехать надо было? Нет. Да и подробно. Если верить мужчине, он оказался в безвыходной ситуации. Якобы вынужден был сесть за руль. Ну, побудило меня ехать в таком состоянии. В общем, позвонила знакомая у умершей тещи, предложила помощь, и я поехал. Финансовую, да? Да. А может быть, завтра можно было забрать денежки? Нет, она сказала, что уезжает. Завтра, что она уедет, и она может помочь только сейчас. Вячеслав признался, в его жизни началась, что называется, черная полоса. Денег не хватает, жена в лишении свободы. Теща была парализована, у нее еще жива мать. Я, в общем, двух бабушек тянул на себе. Работы постоянно нет. Понятно. Жизнь, постоянный драйв. В общем, я не знаю, что сейчас будет. А вы по профессии кем работаете? Водитель. Также мужчина рассказал, что он воспитывает 12-летнего сына. Тогда вам побыстрее пережить это все. Полосу. Да я думаю, не пережить. Да не, брось. Да я руки на себя наложу, вот и все. Не надо, все. Не надо, не надо. У меня другого выхода нет. Ребенок еще у вас. У меня даже денег нет. Тещу похоронить ребенок у вас. Спасибо государству за помощь. По словам инспекторов, от одной крупной проблемы Вячеслав был в силах уберечь сам себя. Ведь доехать до знакомой в Киров можно было и на такси. А теперь за повторное пьяное вождение мужчине грозит уголовная ответственность. Вячеслав может лишиться прав сразу на три года, получить штраф от 200 до 300 тысяч рублей или даже получить тюремный срок до двух лет. Михаил Вагин, Сергей Пичугин. Место происшествия. На улице производственной камера зафиксировала, как водитель легковушки протаранил на перекрестке внедорожник. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике видеорегистратор. На улице производственной водитель темной иномарки решил проскочить перекресток. На съемках с камеры наблюдения видно, что водитель легковушки поехал на желтый сигнал, а столкновение произошло уже на красный. Судя по этим кадрам, водитель легковушки вполне мог остановиться и не рисковать. В свою очередь, водителю, который поворачивал налево, нужно было бы быть до конца уверенным в безопасности маневра. На улице Щерса водитель Киа спровоцировал ДТП с троллейбусом. Удар получился не сильный, но обидный. После этого столкновения водитель кроссовера навсегда запомнил, что у троллейбуса даже на небольшой скорости есть приличный тормозной путь. На улице Преображенской едва не столкнулись две иномарки «Форд» и «Киа». Судя по видео, водитель «Форда» выезжал с парковки у банка. В таких случаях попутные автомобили почти не видно. Всегда нужно просить помощи у встречных водителей. Аварии, судя по всему, не произошло. Киа врезался в сугроб. На улице Лепсе нарушитель на «Форде» совершил рискованный маневр. Остается только удивляться выдержке и реакции владелица регистратора. Что касается водителя на «Форде», ему стоит пожелать удачи, ведь с такой ездой она ему еще очень пригодится, чтобы не попасть в аварию. На мелькомбинатовском проезде водитель автомобиля с камерой едва не стал очевидцем двойного ДТП. На повторе видно, «Шкода» выезжала с парковки. В этот момент по дороге ехала «Лада». Водитель успел среагировать, выехал на встречную полосу и чуть не въехал в «Киа». На улице Московской водитель машины с камеры был в шоке от маневра нарушителя на внедорожнике. На повторе видно, «Лихач» даже не думал тормозить и проехал на красный сигнал. «Слабая» заводит любовниц, сильная «Газель в минус 30». Такую надпись наблюдал владелец регистратора на дверях «Газели» на улице Профсоюзной. Через несколько секунд эти двери на повороте распахнулись. Как выяснилось, фургон перевозил артезианскую воду. К счастью, для водителя из кузова выпали пустые бутылки. Михаил Вагин, «Место происшествия». Это все на сегодня. Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия и сняли его на свой мобильный телефон или любительскую видеокамеру, присылайте видео на наш электронный ящик мпокеровсобака.inbox.ru или звоните и сообщите по телефону 47-33-02. Также выпуски проекта «Место происшествия» вы можете посмотреть в нашей группе ВКонтакте. Ну а на этом я с вами прощаюсь. В студии была Алина Котрихова. Берегите себя и своих близких. До встречи.